Всем привет, это Radioshop. Хочу показать вам нашу самую дешевую вибрационную шлифмашинку. В нашем магазине. Это Intertool WT0520. Стоит она 800 гривен. 799, если быть точнее. Потребляемая мощность 200 ватт. Количество колебаний 11000. Так как это бюджетная машинка, то здесь нет ни регулятора оборотов, ни нагнетания при удалении стружки. То есть клапан есть, подключить пылесос можно, но нагнетания нет. То есть тут нет контейнера, в который бы собиралась стружка. Ну сейчас откроем упаковочку, посмотрим поближе, как оно выглядит. По цене до 1000 гривен это один из лучших вариантов. Потому что это не китайщина подвальная. Все-таки бренд, у которого есть и сервисные центры, и свое производство. Плюс Intertool корректирует свои изделия с течением времени. Они штампуют одну и ту же модель 10-20 лет, как наши зениты, и жмаши, форты и тому подобное. Я уже не говорю про китайские бренды и псевдобренды. То есть в принципе, в теории машинка должна быть хорошей. Сейчас посмотрим, как она работает. Комплектация, ну самая простецкая. Вот эта наждачная бумага, это такой пробник из пробничков. Просто примерить, как оно лежит. Она не предназначена для работам толком. Она посыпется через полчаса, порвется. По весу, что могу сказать. Она все-таки, вот эта шлифтмашинка, она потяжелее, чем китайцы. Вот те китайцы, которые не бренд. И чем хорошие Боши, Макиты и тому подобное. Но при этом, если сравнивать с нашими и жмашами, фортами, там электрон, что-то там еще, те будут потяжелее. То есть этой машинкой можно будет работать и на стене тоже. Корпус полностью пластиковый, никакой резины. И вот эта часть, которая под металл покрашена, это тоже пластик. Просто крашенный серебристым цветом. Ну так, для эстетики. Подошва более-менее приемлемая. Вот эти крепления для наждачки меня тоже не порадовали. Держит оно не особо крепко. Там зажим не слишком плотный. Есть насадка для подключения пылесоса. То есть, если вы работаете полностью без пылесоса, вы ее снимаете и она, этот выход, он коротенький, он вам не мешает. Если вам надо подключить пылесос, добавляете вот эту насадочку. Диаметр ее 3,5 см. То есть, можно подключить и бытовой пылесос через переходник. Но это надо будет уже самому как-то придумывать. Можно подключить технические пылесосы. Там они уже идут с насадками. И переходники по 3,5 см у них должны быть. Ну, смотря какой у вас наличие, либо смотря какой вы покупаете. Я повторю момент видео. Посмотрите на подошву. Она имеет некоторую вогнутость вовнутрь. То есть, давление двумя руками должно присутствовать. Одной рукой этой машинки работать будет невозможно. Она будет стирать бумагу только по краям. Ну, бумага вполне стандартная. Но я стандартных бумаг в продаже не нашел. Хотя они есть. Там для Бош, для каких-то конкретных моделей. В специализированных магазинах, которые занимаются только инструментами по дереву. В обычных магазинах строительных я не нашел такую бумагу уже с отверстиями. И здесь на подошве отверстий больше, чем в бумаге, которая идет в комплекте. То есть, в принципе, можно подобрать готовую. Можно сделать отверстие самостоятельно, если вы работаете с пылесборником. Повторюсь, нагнетание стружки в пылесборник здесь нет. Надо только высасывать пылесосом. Если брать бумагу обычную и резать, то вот эти полосы рулонные, они не подойдут. Лучше брать листами. Там вы лист делите как раз на две части, и у вас получается два куска. Тут подошва сама по себе 187 на 90 миллиметров. А размер бумаги, который нужен, 240 на 90. То есть, здесь целое значение 24 на 9 сантиметров. Хочу обратить внимание на провод. Он не такой гибкий, как хотелось бы. Как у дорогих моделей, там погибче будет. Либо тот же Enhiel и Yata. Там провод тоже получше. Но он достаточно длинный. Два слишком метра. То есть, должно хватить для любого помещения. Вилка ровная. Контакты прямые. Параллельно друг к другу идут. Опять же, не китайщина. Это у нас Intertool бренд. Сейчас включу. Послушаем, как оно работает. Работает. Вибрация, естественно, чувствуется без нагрузки. В руке ее не уводит влево-вправо, как в самых дешевых шлифмашинках. То есть, в принципе, работать ей должно быть удобно. Я постараюсь найти какой-нибудь образец. Попробовать что-то пошлифовать, чтобы уже точно было понятно. Но, опять же, если брать самые дешевые модели, их только включаешь, она у тебя сразу влево идет, либо вправо. Мотор неправильно посажен, не отцентрован. И бывают такие экземпляры, что просто, не знаю, хочется сказать, за что я деньги заплатил. Но это ничего, нормально работает. Вот, насчет наждачной бумаги. Есть вот такие листы стандартные. Есть пробойники. Пробойничек стоит 20 гривен. Купить пробойничек, если работаешь с пылесосом, можно делать себе в нужных местах. То есть, по шаблону. По сути, вот эта наждачная бумага, это и есть шаблон. Не для чего больше. Она толком не сгодится. Режешь ее на две части, и как раз хватает. Она будет немного выступать за края, но не так сильно, чтобы мешать. То есть, вот этого листа будет хватать на два раза. Что в итоге посоветовал бы я покупать эту шлифмашинку? Даже не знаю. Для себя я купил. Мне ее хватит. Кому-то она будет неудобной из-за этой подошвы, изогнутой. То есть, надо брать уже немножко дороже. Есть, опять же, Энхель, Ята. Они по 1300-1400 стоят. Но там уже машинка почти профессиональная. Я нашел вот такой кусок доски. Держу одной рукой камеру, ногой саму доску. Попробую подстраховать одной рукой. Посмотрим, что получится. Ну вот, плохо закрепленная наждачка просто порвалась за 30 секунд. Машинка не нагрелась вообще ни капли. Опять же, если брать Китай, то они греются секунд через 10. Корпус уже нагревается. Здесь все нормально. То есть, какой-то часик-два-три эта машинка выдержит легко. И работает машинка бодренько. То есть, 11000 здесь честные 11000. Они такие, что только на бумаге написаны. То есть, даже этой наждачкой, одной рукой без плотного прижатия доску так нормально выгладило. И 30 секунд, не больше. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки приветствуются. Оставляйте комментарии, желательно негневные, если можно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok